Здравствуйте! Это программа «Наши тесты». Меня зовут Георгий Белов. Даже те из нас, кто хорошо учился в школе, наверняка хотя бы иногда умудрялся схватить пару за контрольную или диктант. Получив плохую оценку, получив от родителей, мы совершали так называемую работу над ошибками. Почему я об этом вспомнил? Потому что складывается ощущение, что для людей, которые создают автомобили, для них каждое новое поколение какой-либо модели, это своего рода работа над ошибками, попытка сделать лучше то, что не слишком удалось в прошлый раз. Вот это BMW X1 второго поколения. И если наша аналогия со школьной работой над ошибками верна, то получается, что предыдущий X1 был сделан просто ужасающе. Почему? А потому что при создании этой машины конструкцию предыдущего X1 словно взяли и перечеркнули большим красным крестом. Такое ощущение, что BMW X1 первого поколения поставили двойку. Эта машина сделана совершенно иначе. Если у предыдущей версии в основе лежало изначально заднеприводное шасси, ну с возможностью установки полноприводной трансмиссии, конечно, то здесь фундаментом является переднеприводная платформа. Это не просто доработки, это смена парадигмы. На самом деле смысл такого решения очевиден. Оно позволяет при сохранении внешних габаритов заметно увеличить внутреннее пространство в машине. На мой субъективный взгляд, новый X1 выглядит существенно крупнее предшественника, хотя это не совсем так. Машина стала выше, причем на ощутимое 6 с лишним сантиметров, но в длину осталась прежней и даже несколько уменьшилась. Пусть не намного, но факт остается фактом. Однако самое интересное, что в новом X1 существенно укоротили колесную базу, то бишь расстояние между осями. Укоротили на очень заметное почти 10 сантиметров. Казалось бы, из-за этого машина должна стать ощутимо теснее, но на самом деле ничего подобного. Начать следует отсюда, с грузового отсека. По сравнению с предыдущим поколением машины, его объем увеличился примерно на 100 литров, а если быть точным, на 85. Важнее другое, с поднятым задним рядом сидений объем багажника равен 505 литрам. Кроме того, есть большой запас пространства вот здесь в подполье, так сказать, есть глубокие кармашки для всяких мелких вещей, есть розетка. И самое главное, есть возможность увеличить объем грузового отсека, не слишком утруждаясь. Очень удобные кнопочки, позволяют по частям сложить задний диван. Вот теперь объем этого, с позволения сказать, грузового контейнера равняется 1550 литрам. В общем и целом, здесь с запасом пространства порядок. Пойдемте посмотрим на задний диван. Задний диван поднимается не менее удобно, чем складывается. Еще есть одна особенность. Сейчас я вам ее покажу. Дело в том, что если вам не нужен весь вот этот грузовой объем, то необязательно складывать спинки. Можно немножечко подвинуть вперед задние сиденья. И тогда, если вещь какая-то чуть-чуть не влезает, то она, скорее всего, влезет в багажник и так. Это дополнительная возможность, доступная за доплату. Кроме того, место тут в целом достаточно, сиденье установлено высоко, обзор неплохой. И сказать-то было бы особо нечего. Когда бы не особенности современной автомобильной индустрии, в которой задействовано огромное количество людей, придумывающих ненужные вещи. Одна из них сейчас ровно передо мной. Это вот такой откидной столик. Эта штука более чем странная. Во-первых, машина в любом случае не самолет. Так ли он здесь нужен? Во-вторых, вряд ли им станет пользоваться взрослый. А если есть тут, станет ребенок, но водитель очень быстро превратится из, собственно, водителя в уборщицу. Любой родитель это прекрасно понимает. Тем не менее, столик присутствует. Но не будем о мелочах. Давайте вспомним о том, что вообще-то BMW это баварский моторный завод. Пойдемте поговорим о моторе. У нас с вами на тесте самая мощная версия, отмеченная индексом X-Drive 25D. Это означает, что под капотом находится дизельный двигатель. Как вы с вами уже говорили, расположен он тут поперечно. Платформа все-таки переднеприводная. Объем 2 литра. 4 цилиндра в ряд. А вот дальше любопытно. Людям старой, да и не очень старой закалки, при словах двухлитровый дизелек, обычно видится такой, знаете, тяговитый, но не очень что ли скоростной моторчик. А тут-то все по-другому. Удельная отдача такова, что она вполне подошла бы бензиновому турбодвижку для какого-то спортивного автомобиля. 115 лошадиных сил с литра, 231 лошадка и 450 ньютон-метров, причем уже на отметке 1750 оборотов в минуту. Солидно, согласитесь. Этот мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ну уж, а как он с ней работает, мы сейчас с вами проверим, когда заведем мотор. Салон выполнен в традициях марки. Строгий, но приятный глазу дизайн, хорошие материалы, логичное расположение клавиш и переключателей. Но первым делом обращаешь внимание на нечто другое. Когда оказываешься внутри, то самое первое ощущение, которое испытываешь, это ощущение простора. Тут действительно много места, вот буквально по всем направлениям. У меня огромный запас пространства над головой, при том, что кресло находится далеко не в самом нижнем положении. А вот потом возникает чувство какого-то подвоха, как будто что-то здесь не то. Не сразу понимаешь, в чем дело. Потому что осматриваешься и понимаешь, что большинство деталей интерьера знакомы по другим машинам марки. И вот эти аналоговые шкалы приборов с цветным дисплеем внизу. Проекционный дисплей тоже знакомый, который находится вот здесь. Он выводит на лобовое стекло некоторую информацию, в данном случае скорость. Знакомый фирменный длинный дисплей мультимедийной системы. Фирменная система управления мультимедией. Кстати говоря, о мультимедийном центре. У нас есть все мыслимые функции в нем, в том числе и доступ в интернет. Что касается джойстика, то сверху у него тачпад, с его помощью можно писать буквы. Это удобно, когда пользуешься навигацией. Тем не менее, все перечисленное встречается на других баварских машинах, но ощущение, как будто что-то не то не пропадает. Здесь нет чувства, как будто салон построен вокруг тебя. Нет вот этого ощущения кокпита, которое привык испытывать, оказавшись в машине, выпущенной баварской компанией. Центральный тоннель, он чуть пониже кресла, чуть повыше. Внутреннее пространство организовано так же, как в большинстве других современных кроссоверов. И в данном случае это звучит даже немножечко грустно. Кстати, еще одна интересная деталь. Ведь, как мы знаем, в большинстве современных BMW управление трансмиссией происходит с помощью такого небольшого джойстика без фиксированных положений. А здесь нет. Здесь коробка управляется таким рычагом. И вот это еще одно напоминание о том, что новый X1 – это все-таки не совсем типичный представитель баварского семейства. А еще BMW X1 – это резвый и боевой аппарат, готовый при случае ехать боком. Особенно в спортивном режиме и с частично отключенными системами безопасности. Вот только долго не подрифтуешь. Муфта в приводе задних колес довольно быстро перегревается, и кроссовер делается моноприводным. Ну а теперь поговорим о динамике. До сотни эта машина разгоняется за 6,5 секунды. Она это делает так же быстро, как, например, Volkswagen Golf GTI – заряженный хэтчбэк. А у нашего X1 нет никаких, знаете, претензий на скорость названия, просто кроссовер. Вот только чтобы вытоптать все ускорение из нашей красавицы, нам нужно включить спортивный режим и утопить педаль в пол. Хо-хо-хо-хо-хо. Действительно, разгон довольно резвый. Причем ведь, вот, сотня по спидометру, но и за сотню тоже ускоряется машина довольно интенсивно. Ну, ладно, не будем слишком полиганить. Скажем еще, что управляемость тоже на уровне. Во всяком случае, не хуже, чем у предыдущего X1, а он был весьма драйверской машиной. Подвеска. Это, конечно, не американский SUV. Дефекты полотна ты, разумеется, чувствуешь, но в целом машина достаточно комфортная. То есть в ней нет такой, знаете, дубовой спортивной подвески. Казалось бы, совсем на свете полный порядок, но вот теперь время поиграть в одну маленькую игру. Угадайте, сколько стоит эта машина? Не какой-то условный BMW X1, а вот тот самый экземпляр, на котором я сейчас еду. Придумайте свою версию, запомните ее, а я сейчас оглашу правильный ответ. Бам! Правильный ответ. 4 миллиона рублей. С копейками, между прочим. 4 миллиона. За эти же деньги, в принципе, гипотетически, можно купить BMW X5. Ну, в самой базовой версии, понятно, тем не менее. За эти же деньги, в принципе, можно купить Porsche Macan. Пусть тоже в базовой версии. И вот тут уже начинаешь смотреть на вещи как-то немножко иначе. Раз у нас машина за 4 миллиона рублей, то не шумновато ли в ней для 4 миллионов? Или, скажем, еще один аспект. Вот мы сейчас остановимся и включим заднюю передачу. Вот почему в нашей машине за 4 миллиона рублей нет системы кругового обзора, а наличествует только лишь камеры заднего вида? Как-то, наверное, неприятно. Теперь трогаемся и думаем, почему же в нашей машине за 4 миллиона рублей так мало систем активной безопасности могла бы следить за разметкой, с дорожными знаками, за мертвыми зонами. Поведите, что делают с людьми деньги. BMW X1 – это все-таки кроссовер, а значит, он должен худо-бедно ездить и за пределами асфальтового полотна. Клиренс примерно 18 сантиметров. Не так-то много. В придачу имеем длинные свесы и отсутствие каких бы то ни было инструментов для езды по бездорожью. Точнее, один все-таки есть. Это кнопка, которая ослабляет ошейник электронных систем безопасности. В общем, неудивительно, что первая же попытка проехать по более-менее глубокому снегу заканчивается, едва успев начаться. Ну а дальше – 20 минут бодрящих физических упражнений с лопатой, стоя, сидя и лежа. Откопались быстро, и главным образом из-за того, что уехать по снежной целине далеко, X1 попросту не способен. Не для того сделали эту машину. Хорошо сидела машинка и на моторном отсеке, и на днище. Прям вошла на снег по инерции, легла на него сверху. А и снег сейчас тоже почти каменный. Ну вот, а что сказать про автомобиль? Под занавес вернемся к нашей аналогии про работу над ошибками. Немцы с ней, как они умеют, справились на отлично. Только вот грустно немного, потому что прежний X1 был очень необычным для своего класса автомобилем. А это, ну, кроссовер в духе современности. И в школе, и в жизни очень часто оказывается, что поиск своих собственных, оригинальных, прежде нехоженных путей частенько не оправдывает себя. И идти общей колеей зачастую намного проще и правильнее, чем протаптывать собственную нехоженную тропу, так уж устроен мир. И я на этом прощаюсь. С вами была программа «Наши тесты». Меня зовут Георгий Белов, и я поехал отсюда. Продолжение следует...